всем привет в данном видео поговорим про такой замечательный инструмент как гистограмма будем разговаривать про движок f-storm то есть про реализацию этого инструмента в движке f-storm ну по поводу гистограммы у нас информации в сети очень много не знаю уже наверно очень часто это попадается и уже наверное скорее всего ее проживали переживали и забыли но все равно это очень полезный инструмент который позволяет контролировать нам очень многие параметры внутри самой картинки потому что когда делаешь картинку довольно сложно оперировать какими-то понятиями в основном гистограмма расписывается с точки зрения фотографии то есть по фотографии можно найти это все с точки зрения тех же 2d редакторов графики то есть это photoshop ну и соответственно гистограмма есть внутри фотоаппарата то есть то же самое ну поскольку я еще про этот инструмент и рассказывал попытаюсь то есть это нельзя сказать что-то прям справочная информация ну такое сочинение на вольную тему скажем так у нас гистограмма это график распределения яркости да фактически но вот здесь часто картинки вот такие выкладывают немножко на мой взгляд неверные то есть они указывают вот тут градиент но сама вот эта картинка должна быть градиентная то есть тут она должна быть черная и соответственно к белому приходите они рисуют ее черную ну это такое как бы немножко отступление что у нас в этом инструменте есть то есть у нас есть распределение яркости от нуля от полностью черного до полностью белого до чистый черный чистый белый то есть мы соответственно видим это вот этот градиент растяжка обычно ну как бы будем считать обычно его делят на три части то есть темная средняя тона и светлая ну те кто из скажем отрасли живописи ну это я так утрированно называют они называют тона то есть какие-то тона там средний тон четверть тона три четверть тона то есть у них это все по тону ну это если как бы просто то это яркость да мы пока про яркость говорим соответственно деление может быть и на больше зон то есть не обязательно на 3 то есть не обязательно темное среднее и светлое может быть темное может быть там например самое темное темное среднее светлое самое светлое то есть для удобства ну 5 зон как бы легче уже диапазон то есть если на 3 части разбита гистограмма то довольно широкий получается вариант и слишком большое количество ну слишком широкий диапазон захватывается поэтому разбивают на 5 но здесь равномерно разбито она обычно разбивается чуть чуть меньше то есть самые темные остаются вот тут самые светлые остаются вот тут среднее становится чуть шире вот остальное там на самые темные и самые светлые остаются ну вернее темные и светлые просто то есть получается по нижней стороне нам важно определиться что у нас где за что отвечает то есть определяемся сразу по нижней части у нас идет то есть по горизонтали у нас идет распределение яркости от черного до белого по градиенту да а по вертикали у нас идет количество пикселей каждой яркости то есть вот тут например 2 пикселя вот тут 10 вот тут 20 вот тут 100 ну приблизительно да вот тут например 30 то есть каждый как бы каждый пиксель но программное обеспечение берет картинку просчитывает яркость каждого пикселя суммирует выкладывает и строит гистограммку то есть довольно как бы для компьютера довольно простенький процесс то есть нижняя горизонталь вертикаль дальше наш градиент и дальше разбитие на зоны вроде как все понятно очень просто есть еще такое представление да то здесь у нас показывают мало пикселей тут вот например вообще нет информации то есть это все информация вот это все внутри вот эта большая такая горка эта информация и мы видим что вот тут информации вообще нет то есть и тут тоже еще информации нет обычно когда нет информации в каком-то участке то есть я вот вернусь назад вот здесь информация от 0 до 255 это это считается полно контрастное изображение это полный контраст полный контраст идет от 0 до 255 на следующей картинке у нас изображение не полно контрастные почему потому что нам не хватает вот кусочка то есть как бы если посмотреть на это все дело то есть мы уже определяем первые признаки как мы можем работать с изображением что на нем есть чего нет вот тут мы сразу говорим что вот эта часть вот это и вот это она не дотягивается то есть вот тут 0 вот тут 255 а у нас где-то гистограммка остановилась на ну предположим возьмем какое-то одинаковое количество ну например здесь 235 вот туда то есть она остановилась то есть я не хватило до белого дотянуться и вот тут я не хватило до черного пускай будет 20 то есть я одинаковое количество взял с обеих сторон то есть мы уже можем приблизительно какой-то вывод сделать то есть я открою это еще разок то есть мы вывод делаем по поводу вот этой гистограммы то есть она полно контрастная по поводу этой гистограммы мы делаем вывод что она не полно контрастный то есть это первый вариант мы всегда смотрим по горизонтали да где нам чего хватило где не хватило следующий вариант тоже у нас расписывается все точно такое единственное нам дается что у нас средние тона это 18 процентов серого ну 18 процентов серого это обычно калибруются фотоаппараты то есть для фотоаппарата 18 процентов серого для человека 50 процентов серого то есть 128 это в 3d софте в 2d софте ну то есть как бы перевод грубо говоря перевод 18 процентов серого для фотоаппарата в редакторах осуществляется просто обычным 50 процентным серым то есть 128 ну поскольку 0 у нас черный 255 белый то средние тона у нас должны быть здесь 128 соответственно обычно в софте ставится там не не 128 там чуть чуть меньше 18 процентов получается ну как бы приравниваем пятидесяти процентам или к 128 опять же тот же самый градиент все разбито на зоны соответственно количество пикселей каждого тона то есть каждой яркости вот этой да и их тут яркости 255 но количество яркости нулевой может быть 10 количество средний может быть там под потолок а количество белой какой-то там градации может быть 30 20 ну то есть соответственно как вот тут то есть по количеству мы как раз и видим вот это построение то есть вот эти три картинки они одинаковые они нам дали только пока что представление о том что у нас картинка может быть полно контрастной может быть не полно контрастной но это не значит что картинка например вот это хорошая вот это плохая мы не можем так определить мы единственное видим что там есть контраст потом его не хватает то есть тут она полно контрастная как мы видим но здесь еще есть такие моменты которые вот на следующем скрине имеют отношение к тому что происходит в картинке вот эта часть переэкспонированная то есть мы видим оверэкспоузе дань то есть пикапе экспонированная картинка фактически она нам что говорит что у нас большая часть информации вот этой всей яркости живет справа правильно и дотягивается до белой точки вот здесь же у нас соответственно если брать вот тут у нас 255 а вот тут у нас 0 а вот тут у нас где-то 128 то есть мы себе вот так вот на половинку разделим приблизительно вот так то например и в этой стороне у нас больше информации значит это светлый кадр да то есть ну тут перри экспонированная сейчас определюсь еще по поводу перри экспонирования то есть это светлый кадр вот это у нас ну нормальный кадр скажем средний и вот это у нас темный ну то есть мы видим разницу да мы видим разницу просто по построению самого графика здесь если брать вот эти три картинки здесь сразу мы можем увидеть проблемы то есть какие проблемы то есть мы сначала определимся где проблемы нет то есть вот тут проблемы нет вот на средней картинке проблемы нет почему она полно контрастная это раз то есть вот она дошла до границ то есть не все нормально и дальше на от 0 распределяется полностью до 255 нигде никаких мы не видим серьезных изменений вернемся к этой картинке у нее скажем кусок провалился вот тут то есть это мод контраст да то есть она не контроль не до конца к над full контраст то есть она не полная контрастная ей не хватает точки черного то есть вот она где-то остановилась и соответственно значит у нас тени будут светлее чем мы хотели но не обязательно чтобы они всегда были черные то есть тут учитывается еще задумка я например хотел сделать тени не черные вот а немножко светлее поэтому вот эта двоякая часть что она не полная контрастная у меня например тени светлые и они вот до сюда доходят но как бы если считать что мы от 0 до 255 обязаны это делать то она не полная контрастная а если по задумке автора что тени нет не полностью черные то можно здесь остановиться то есть мы нужно гистограмму рассматривать с картинкой рядом то есть вот картинка и смотреть что происходит пока мы просто по графику смотрим это вот первая проблема вторая проблема это вот это залипание то есть вот тут все залипло вот тут что это значит это значит что в картинке есть пересветы то есть когда вот тут такой игольчатый пик то соответственно мы получаем скопление большое количество информации по одной градации например 255 и там этих пикселей куча но я еще это покажу есть очень хорошая картинка которую это иллюстрирует то есть вот наши две проблемы если нам эта картинка еще говорит о том что если мы понизим чуть-чуть экспозицию чуть-чуть экспозицию на один стоп то есть на один стоп мы понизим экспозицию то у нас вот эта вся часть вот эта вся передвинуться например к 0 то есть она передвинется и тогда гистограмма будет как-то выглядеть вот так например то есть она станет нормальная то есть это если мы на один стоп например понизим экспозицию на пол стоп а там то есть мы передвинем ее до с этим как бы справились это у нас отлично а вот в этой гистограмме что у нас тут то есть что мы можем увидеть нам не хватает светлых участков то есть она тоже не не контрастная тоже not full контраст то есть она не до конца она должна дотянуться по идее вот сюда да а тут у нас все в порядке то есть мы в тенях видим всю детализацию то есть все мы тени захватили все хорошо здесь мы тоже все видим здесь мы тоже хорошо видим но у нас получается например какая-то зона например темнее то есть я могу вот эту зону предположим вот эту часть она мне кажется темнее если ее подниму на один стоп ну предположим то у меня гистограмма будет ну например как-то она вот подвинется то есть как бы я пола судя по гистограмме могу делать какие-то вещи то есть какие-то выводы в какую сторону ее двигать в сторону не двигать но опять же вот этот кусок который тут не хватает он не обязательно должен быть вот тут самом белом ну скажем по теоретическим основам и законам он должен быть потому что это полный контраст будет а если по художественным меня например замысел ничего белого в кадре нет то есть я не хочу ничего белого в кадре иметь зачем мне дотягивать вот эту часть до конца так же как и тут я не хочу здесь черные убитые тени видеть я не буду дотягивать это до нуля то есть тут либо ну определимся скажем так два варианта то есть первый вариант это технический ну такой серьезный да то есть технический вариант это когда полный контраст все должно быть вообще четко и в этом случае тоже не должно быть ни при экспозиции не не до экспозиции должно быть вообще все круто а второй вариант это художественный то есть какие-то задумки но гистограмма может использоваться и в том и в том случае то есть если технически я буду стараться дотянуть это все как положено то есть чтобы не было пересветов чтобы черный был здесь чтобы черный читался и чтобы белый был ну то есть как бы буду распределять да а художественно я могу уже регулировать вот тут я темные тени не хочу вас чуть-чуть выбитые света например где-то хочу там может быть это солнце ну грубо тогда тут я например не хочу иметь проваленные тени но зато я не хочу иметь слишком светлые то есть я чуть не контрастные фотографии сделаю нам не нравится ну то есть как бы дальше варианты ну я думаю они не нужны то есть два по которым мы можем ориентироваться ну для меня предположим я частенько смотрю те кто пользуется гистограммой они делятся на на две части технарии и художественные художники соответственно получается одни топят за полностью соблюдение вот этих правил другие как бы топят за то что чтобы было не на гистограмме круто на самой картинке поэтому тут можно определяться таким образом то есть с этой частью справились идем дальше вот эта штука нам пригодится ну когда мы перейдем 3d max то здесь длина волны то есть и мы видим да как это все образуется то есть у нас на мониторе обычно rgb да то есть красные зеленые синий между красным желтым оранжевый правильно между красным зеленым желтый соответственно между оранжевым зеленый тоже желтые между желтым голубым зеленый ну то есть мы видим как эта образуется если вот эту штуку замкнуть по кругу то, соответственно, между красным и синим у нас появляется фиолетовый, ну, наша маджента. То есть это все замыкается, как бы, если по кругу ходить. Это такая картинка нашлась, я ее сюда вставил, чтобы было представление. То есть это длина волны, нам она пригодится. Соответственно, картинка по поводу того, что я говорил про залипание. То есть вернемся вот сюда. Вот этот вариант. Вот он, вот этот вариант. То есть почему вот так образуется. Вот этого диапазона, вот этого диапазона, вот этого, его не хватает. То есть, грубо говоря, вот этой части, это наш кадр. И вот в кадре там происходят какие-то процессы, какое-то действие, да, и какая-то яркость. То есть нам вот этого диапазона от 0 до 255 просто не хватает. Поэтому вот эти залипания, так, возьмем другой инструмент. Вот эти залипания нам говорят о том, что там за кадром, за кадром есть еще информация. Либо в светах, либо в тенях. То есть если вернуться на вот тот слайдик, вот тут, то у нас как бы получается такая штука. Нам вот это залипание говорит о том, что там еще где-то что-то есть. И оно не влезло просто. Вот этот кусок не влез. А что с ним случилось? Он просто-напросто схлопнулся. Вот эта вся информация, вот эта вся информация распределения. Ну, грубо говоря, у нас здесь яркость ограничена на 255, а там есть 256, 257, 258, там до 260. Но она не вместилась. И она, соответственно, схлопнулась до 255. И вот яркости, например, белого должно было быть вот тут, вот тут. А за счет того, что вот эта вся схлопнулась, стало вот, как бы дополнительный кусок. Ее стало просто больше. И вот эта часть, она вся по стрелке вот сюда вот так вот схлопнулась. Если, предположим, вот такой кадр будет на черном, то мы, соответственно, понимаем, что там где-то еще у нас тоже черный. И он то же самое сдвинулся вот сюда. И у нас тогда будет вот этой черноты, такой пик игольчатый. Когда вот эти игольчатые пики на гистограмме появляются, то значит, у нас либо пересвет, либо недоэкспозиция. То есть пересвет – это у нас слишком много пикселей одной яркости. Недоэкспозиция – это у нас светлой яркости, белого. Недоэкспозиция – это у нас много пикселей черного. То есть вот эта картинка, она очень наглядно иллюстрирует, что происходит. То есть там за пределами, за пределами еще есть куча информации. Ну, грубо говоря, чтобы было приблизительно понятно. Я такой мини-пример приведу. Вот. Его надо приводить по поводу битности. То есть 8 бит. То есть вот так напишем 8 бит. Это равно 255, правильно? То есть это 2 на 2 на 2 на 2 на 2. Ну, то есть 2 восьмой степени, да? То есть вот тут 255. 16 бит. Это у нас там 16, ой, я уже точно не помню, 354 или что-то в этом роде можно посмотреть. То есть, ну, большая цифра. Можно вообще ее там до 16 тысяч, грубо говоря, округлить, чтобы не заморачиваться. То есть очень большая цифра, да? И 32 бита у нас, соответственно, там 4 миллиарда яркости. А мы их все различим. Мы даже вот эти, может быть, 16 тысяч не различим. Поэтому, ну, как бы смысла, грубо говоря, там... Вернее, даже в 16 битах там 65, 535, да? Вот тут надо исправить там. То есть 65, 535 вроде. Ну, цифру можно посмотреть. Я не буду сейчас опознаваться. Эти все конкретные цифры не важны. Здесь важно понимать отношения. Вот у нас 255 диапазон. Вот он. Ну, сделаем вот так, чтобы было повеселей. Сделаем таким образом. Вот это диапазон 255. Вот 0, 255, да? Вот это диапазон 16 бит. А вот это диапазон 32 бит. То есть, грубо говоря, нам на вот эту кучу огромной информации, в которой движок считает в 32 битах, надо наложить окошечко, маленькое, которое от 0 до 255 ограничено. То есть мы вот это окошечко накладываем куда-то вот сюда. Ну, я так утрировано, да? Это вот где-то там у нас получается 0 и 255. Но у нас там остается еще какая-то часть черного, который не вписывается в этот диапазон, да? И какая-то часть белого, который тоже не вписывается в этот диапазон 0, 255. Вот отсюда и берется это все. То есть, как бы, нужно вот те куски, которые за диапазоном, как-то вместить в диапазон с одной стороны и с другой стороны. Как это сделать? Только вот таким образом. То есть показать, что здесь большое количество информации. Тут, например, если есть пересветы, либо вот тут, если есть недоэкспозиция и потеря в тенях. Другим вариантом никак не получится. Ну, просто физически это невозможно. Потому что это называется впихнуть невпихуемое, да? Просто-напросто. Надо как-то натянуть сову на глобус. Вот это уже просто по-русски. То есть каким-то образом надо сову натянуть на глобус и, соответственно, совместить. Маленький диапазончик от 0 до 250 пти, который мы, в принципе, привыкли с ним работать и, грубо говоря, видеть на мониторах, да? В диапазон, который там 4 миллиарда яркостей. То есть как это сделать? Вот таким образом. Поэтому иногда бывают вот эти залипания, просто в диапазон не вмещается весь свет или в диапазон не вмещаются все тени. И на этом как бы вся эта ситуация заканчивается. То есть это была приблизительная такая вставочка разговорная. Теперь пойдем в 3D Max и попробуем посмотреть на все это чудесное действие, как оно работает и как вообще ориентироваться в этом случае. У меня есть сцена, в которой у нас идет юниты сантиметра, соответственно. И по поводу самой сцены. У меня здесь есть группа боксов. То есть я их здесь расписал, буду включать, показывать. Дальше есть камера. Дальше есть ground plane, такой себе plane. И дальше там photo plane. Опять же это буду показывать все. Тут стоит остановиться на камере. То есть я камеру включу, покажу. Она там довольно далеко находится. То есть если выделить камеру, посмотреть где она находится. Она на высоте там 20 тысяч сантиметров. Для чего так сделано? Я не хотел делать на виде топ. Я поставил далеко камеру от плоскости. И соответственно в камере поставил большое фокусное расстояние. 1500 миллиметров. Чтобы у меня было меньше искажений. Ну вот как-то в одной статейке я прочитал, как сделать ортографическую проекцию из перспективы. То есть не просто ортографическую обычную, а именно из перспективы. Надо взять камеру, отнести ее подальше. Например, там на 5000 сантиметров от нуля. И поставить большую линзу. И тогда искажения будут минимальными. То есть можно и так выкрутиться. Там давался какой-то пример с велосипедом. И человеку надо было отрендерить это, грубо говоря, не тортогонально, а чтобы была проекция. Поэтому он поступил таким образом. Ну почему не выход из положения? Вообще отличный. То есть камера далеко. У камеры большая линза. Вот она 1500 миллиметров. Если бы такие были в реальности, было бы круто. Но увы. То есть с камерой мы определились. Я то, что не надо, залочу. Ну просто-напросто. А то, что мне надо будет, я соответственно оставлю. То есть камеру мы залочили. И теперь получается такая ситуация. Я пойду в настройки и скажу, для чего что использую. Ну у меня квадрат 800 на 800 стоит. Как бы стоит F-Storm. Соответственно здесь вообще можно все по умолчанию оставить. Только я вот тут один параметр поменял. Потому что нам остальное все вообще не пригодится. А здесь такое описательная часть, грубо говоря. Единственное, что я сделал в Environment. Поставил белый цвет, чтобы у меня равномерный был свет. Мне не нужен никакой там, не направленный никакой. Мне нужен равномерный свет. И все. То есть вот и на этом все заканчивается. Остальное я не трогал, даже не включал. Здесь не Direct Light, ничего. Просто вот белый свет. Чтобы была равномерная студия, равномерное освещение. И здесь ничего нет, пусто. То есть соответственно такая ситуация. Мы в данный момент попробуем запуститься. То есть я включу интерактив. И мы на это все дело посмотрим. Вот у нас как бы такая ситуация. Что вот это? То есть вот это что? Это вот этот белый цвет, который поставлен. Вот он. Это вот это. То есть если сделать таким образом, это вот. Ну кто-то скажет, а у тебя стоит 255, а там вообще не белый. Ну да, это особенность экспозиции и особенности движка. Поэтому не стоит прям сразу впадать в панику. Сейчас разберемся. Чего к чему и почему. В общем-то определились, да? Но мне как бы вот это свет. Ну грубо говоря, это тот свет, который я в студии включил. Ну он не сильно-то и белый, потому что движок изначально меня подстраховывает. Я хочу вместо вот этого всего положить вот такую вот. Ну для начала включим. Сделаем вот так. Раскроем окно и включим нашу гистограмму. Она здесь называется диаграмма. Ну в принципе гистограмма. Вот это что? Вот это вот что? Вот это. Это вот наша яркость, да? То есть это вот эта яркость. Вот он нам показывает. А почему она такая высокая? То есть если это все дело перевести, то нам говорят, что вот это, эта яркость, а по высоте, по высоте, да? То есть почему она вот такая высокая? Это вот ее площадь. То есть количество пикселей одной яркости. Соответственно определились. Теперь попробуем посмотреть такую штуку. В материалах у меня все довольно-таки просто. Для начала посмотрим, попробуем определить, сработает ли что-то. В данном случае у меня не сработает, потому что объекта у меня нет. У меня какой-то там светлый цвет. Я поэтому этот цвет хочу заменить. Я скажу Ground Plane. Вот, ну-ка, включись. То есть там у меня почти все выключено. Вот я заменил. То есть еще раз, да, смотрим, что у нас произошло. У нас была яркость одна, светлая, по нашему освещению. Я заменил это все более темным цветом. Она переместилась. То есть у меня была яркость в одном диапазоне, а теперь у меня яркость в другом диапазоне. Она не черная, но она чуть светлее, чем черный, там темно-серый. То есть серый у нас в серединке. И теперь мы на вот эту штуку, я вот этот Ground Plane вот так залочу тоже. И теперь мы на вот эту штуку будем накидывать веселые штуки под названием кубики. Ну, мы будем это все смотреть на простых примерах, чтобы там вообще не запариться. Накидываем сюда вот такую вот часть. Что у нас произошло? То есть что вот это? Вот тут, что случилось? Вот тут. Вот тут у нас появился черный цвет. Правильно? У нас появилась другая яркость. И теперь мы должны сделать вывод, какой. Самое сложное при работе с гистограммой – это научиться определять, что к чему относится. Соответственно, вот эта штука, это, вот это у нас вся часть. Правильно? Почему? Она темная. То есть яркость какая-то ее там. То есть она, ну, довольно темная, да? И у нее большое количество пикселей. То есть вот по высоте. Я возьму другой цвет. Соответственно, к чему относится у нас вот эта часть? Она относится вот сюда. Правильно? Яркость у нас темная. Соответственно, количество пикселей у нас мало. Это отношение получается. Отношение большого, да, к меньшему у нас выскочило. То есть черного у нас мало. Серого у нас, ну, темно-серого у нас много. Вот у нас он черный. Вот у нас он серый. Отлично же. Правильно? А давайте попробуем включить серый. Опа. И что у нас теперь появилось? Да у нас то же самое. По факту. Правильно? Теперь мы уже начинаем отношения строить. То есть это отношение получается вот к этому. Большое. Так же? Дальше берем другой цвет. Вот это отношение. Вот оно яркости мало. Тут яркости много, тут яркости мало. Ну и возьмем какой-нибудь зеленый там. То есть, а вот это. Вот оно правильно. Тоже мало. То есть, самое сложное, как бы самое сложное в работе с гистограммой, это определить, какая яркость к какому диапазону относится. И что-то с ней делать. То есть, как бы. Вот у нас есть все три наши отношения. И теперь получается такая штука. Я вот тут контраст уберу. Скажу, что ноль. О, у меня что-то передвинулось. То есть, было ноль два. То есть, был контраст. Так, почему-то не хочет. Ну-ка, еще разок. То есть, смещаем. Да, у нас было смещено. То есть, у нас фактически вот эта ситуация напоминает... Что напоминает нам эту ситуацию? Вот эту, да? Только вот с этой стороны. То есть, у нас получается, это называется залипание. Гистограмма залипла к левому краю. Получается, что у нее вот там, вот там, есть еще какой-то кусок информации. Но поскольку он слипся вот сюда, должно было быть вот тут количество маленькое. Но поскольку его стало больше, соответственно, этот пик вырос. Ну, а все остальное осталось как бы на месте, да? Теперь я контраст сбрасываю. Контраст – это по факту передвижения гистограммы всей к левой стороне. То есть, затемнение ее. Вот я контраст на единицу втулил, и у меня все стало. И вот получается, что у меня информации темной теперь стало больше. То есть, смотрим еще разок, да? Было информации темной мало. Стало информации темной много. Правильно? То есть, по высоте поднялся график. Вот. То есть, до этого он был вот такой простенький, маленький этот кубик. Вот он занимает там и какие-то тенюшки. Когда я контраст увеличил, у меня стало больше темного, да? Теперь попробуем сбросить burn value. Это у нас что? Это у нас увеличение в правую сторону. То есть, если контраст увеличивает в левую сторону, то burn value увеличивает у нас, двигает гистограмму в правую сторону. То есть, у нас сейчас есть что? Темный. Вот он. Есть серый. Вот он. Есть темно-серый. Вот он. Давайте добавим белый. Бамс! Добавили белый. Теперь у нас есть черный, средний, серый и белый. Правильно? Мы же видим это все. То есть, как бы... Я просто стрелочками укажу. Одним цветом. Вообще не важно. Вот это. Вот оно. Вот это. Вот оно. Вот это. Вот оно. И, соответственно, вот это вот. То есть, мы себе просто-напросто совмещаем нашу картинку, яркость нашей картинки с вот этими пиками, с вот этой информацией на гистограмме. Пока я работаю с кубиками для того, чтобы было понятно, где, откуда, что берется и почему, что происходит. И вот теперь получается, почему у меня был вот такой серый цвет, а не белый. Вот почему так было. Мне не хватило экспозиции, грубо говоря. И мне не хватило параметра дотянуть его. Ну, он сейчас типа вот 245. Ну, как бы там у меня не 255 стоит. То есть, можно пойти, предположим, проверить. Может быть, и 255, но 245. То есть, вот при вот таком раскладе, при вот таком раскладе, у меня здесь, проверяем, 8. Правильно? 8. Вообще отлично. Совпало. Просто прекрасно. Просто удивительно, да? 128. Тоже совпало. Это при равномерном освещении, при мягком, когда ничего не меняется. 245. Вообще отлично. Ну, все совпало. И вот у меня какие настройки. Белый в единицу, контраст в ноль. И стоит симпл. Если я переключусь на адванс, и смотрим, она чуть сдвинулась. То есть, там зашита какая-то кривая. Я могу поставить линейно, тогда у меня, ну, линейно и симпл, в принципе, будет одинаково при таких условиях. Ну, это тепличные условия. Я поставлю симпл, пускай будет симпл. Но мы теперь видим, вот он материал. Вот он. Вот этот материал. Вот он. Вот этот материал. Вот он. А где вот этот? А вот этот? Вот он. Он же темней. То есть, мы же по цвету видим. Черный есть. Серый есть. Белый есть. Правильно? Правильно. А темно-серый где? Вот он Нам важно совмещать наши данные Внутри картинки С вот этими графиками на гистограмме Это был вариант монохром То есть как бы ну все отлично Правильно С этим справились Отключим пока несколько этих кубиков Нам они в данный момент уже не нужны Вот у нас осталось темно-серое И по высоте вот большое количество Теперь посмотрим на То что происходит с цветом Я взял красный, желтый, зеленый Голубой, синий, фиолетовый Ну там по идее у нас Как обычно 7 цветов Ну я взял красный, зеленый, синий Вот треугольник И желтый, фиолетовый, голубой Ну тут должно быть В принципе они если по очереди То они правильно распределены То есть два треугольника Вот он один RGB Вот он SMIC То есть противоположные цвета Попробуем включить красненький кубик Что будет То есть у меня он здесь приготовлен Оп там что-то произошло Что произошло То есть как бы хотелось бы понимать Что произошло Ну для того чтобы понять У меня стоит максимальная яркость 255 Я чуть яркость ограничу Ну пускай 211 Как нам дают Правильно То есть что у нас вот там происходит Вот что у нас там происходит А это вот касается вот этой штуки Где она тут у нас Вот этой штуки касается Длина волны Да и соответственно отражательная способность Ну грубо говоря Как у нас там цвет формируется То есть если вернуться вот сюда Получается что У меня светит свет То что он мне дает серый Вот этот Это я понимаю Это просто яркость А почему появилось вот тут Красный Да То есть у меня белый свет прилетел Отразился красный И соответственно Все это дело Не красное поглотилось Вот оно стало темней Но оно не может вообще вылететь За пределы гистограммы Потому что все-таки Чуть-чуть там что-то отражается То есть грубо говоря Это закон поглощения Ну мы переводим так Да на физику То есть у нас вот это Лучи красные отразились А вот эти поглотились И поскольку там три канала Красный, зеленый и синий То в красном у нас лучи Сильнее отразились В синем у нас поглотилось Сильно А в зеленом поглотилось еще сильнее То есть это вот красный работает А почему вот тут появилась Вот эта штука Вот как бы Если убрать этот кубик Вот если убрать красный кубик То почему-то здесь ничего нет Цветного Откуда оно берется А тут такая штука Мы же помним, что Когда прилетает белый свет Белый сочетает в себе Вообще все цвета внутри Правильно? А серый что делает? Он что не сочетает в себе Все цвета внутри? Он тоже сочетает Как и белый Но он просто темнее И вот тут Вот в этом сером Этот цвет Грубо говоря Весь сосредоточен Почему он серый? Потому что он включает в себя Тоже весь цвет Он серый Но внутри него есть И красный, и желтый, и синий И вот оно как раз и появилось Но тут нам наглядно показывают Что красный у нас светлей Он будет светлым А зеленый и синий Будет поглощаться Ну ладно, с этим разобрались Попробуем включить желтый Вот переходим на желтый И скажем ему Вот залипание Да? То есть Сразу же делаем себе вывод Какой вывод? Вот эта часть Он слишком яркий То есть Он слишком яркий Он вылетел за пределы Но тут еще надо учитывать Такую штуку Либо яркость Срабатывает Либо насыщенность Он очень насыщенный То есть Сейчас проверим два параметра Я для начала Снижу яркость Ну пускай будет Те же 211 Вот он у нас отошел Правильно? Вернемся назад Скажем, что он 255 Но снизим насыщенность То есть У него будет Чуть-чуть Это все Становится Ну как бы шире Скажем Но она обновляется Понятное дело Но яркость у нас Тоже отрабатывает Она может не очень Сильно быть выражена Но она тоже участвует Потому что у нас Три параметра участвуют Оттенок Насыщенность И яркость То есть Снижаем яркость До 200 Ну пускай будет 230 Не важно А теперь смотрим Что у нас там происходит Вот там Нам говорят Что Когда желтый свет Ну когда желтый цвет У нас появляется У нас Красный яркий Зеленый яркий Они вместе сочетаются И вместе пересечения Дают желтый Правильно? Возвращаемся к картинке Красный и зеленый Сочетаются Вместе пересечения Дают желтый Ну вроде как работает Все По законам Правильно А что синим происходит? А синий поглощается Зачем он нам нужен? Нам нужно из двух цветов Собрать третий Вот мы его собрали То есть он желтый То что здесь красный и зеленый Вот как раз между красным и зеленым Будет желтый А синий будет поглощаться Потому что он противоположен желтому Ну и соответственно Поскольку это отражает больше А поглощает Другую часть Ну отражает одну часть спектра А поглощает другую Поэтому у нас вот получается такая ситуация С этим как бы тоже разобрались Ну я по очереди Буду так проклацывать И соответственно показывать Вот он наш зеленый То есть в зеленом отразится больше Ну я единственное Ставил на максимум Этого конечно не надо было делать Но я на всякий случай Поставил на максимум Чтобы было видно Заодно и вылета То есть получается Что у нас здесь происходит Зеленый есть А маджента почему То есть зеленый у нас отразилось То есть часть зеленого спектра у нас ярче А часть красного и синего у нас темнее И что в этом случае Два цвета смешиваем Получаем фиолетовый Правильно Красный и синий фиолетовый То есть все отработало отлично Едем дальше Соответственно циан Но мы его тоже чуть-чуть понизим Потому что Ну как бы Зачем он нам такой прям Ядовитый нужен Слишком яркий Ну пускай будет В 230 чуть-чуть ближе То есть получается У нас здесь два цвета Фактически Какие синий и зеленый Будут отражать больше В этой части спектра А красный будет поглощаться За счет того что синий и зеленый Там вот есть синий И вон там чуть зеленого И вот он голубой посредине То есть как бы Сформировано все отлично Все нормально Как и должно быть То есть такой вариант Соответственно синий Ну опять же Но синий кстати Он не очень яркий Даже если его там до 230 Снизить Как бы он все равно Ну то есть он слишком насыщенный То есть то же самое Да В синем Ну в одной части спектра Это больше отразится То есть вот они синий А вот зеленый и красный У нас Поглотятся То есть все отлично Здесь еще кстати Вот он желтый Маленький вылез То есть там еще и пересекаются Красный и зеленый И вот он желтый Как раз выходит То есть синий Ну желтый противоположный Синему Поэтому Желтый просто так не поставишь Надо совместить два цвета То есть Первичные цвета Красный, зеленый и синий Можно поставить А вторичные цвета Желтый, голубой и мадженто Они будут давать какое-то Сочетание первичных Красный и зеленый Будет желтый Соответственно Синий и зеленый Будет давать голубой Красный и синий Будет давать фиолетовый Ну то есть все отлично Все работает Вообще механика Прекрасная По гистограмме Да Ну и соответственно Мадженто Тот же вариант То есть как бы Я почему эти кубики привожу Для того чтобы Сформировалось Верное представление О том что происходит Почему здесь фиолетовый Появился синий Потому что там красный Плюс синий Правильно Дает фиолетовый Ну нашу мадженто Поэтому здесь будет Два канала Будут Часть спектра Будет Отражать свет Больше А часть спектра Будет поглощать Какая часть Будет поглощать Зеленый И все построено На вот таких частях Один канал Светлей Два темней Да То есть Один темней Два светлей Ну фактически Такая ситуация В общем то С картинками Со всеми Это прекрасно Давайте теперь Попробуем Включить Вместе Включим Черный Добавилась информация Включим Серый Добавилась информация Включим Белый Добавилась информация Включим красный, вот он добавилось Соответственно, включим желтый, добавилось И плюс выросла еще, вот эта часть у нас, да, по высоте Больше информации стало Добавим зеленый, вон там вырастает информация Потому что что-то отражает какая-то часть спектра Что-то поглощает, правильно? Соответственно, циан добавим тоже будет И синий добавим, то есть все, но И пики эти растут вверх, мы же видим, да? И залипание происходит Вот теперь посмотрим еще такую штуку, веселую Когда у меня вот это серенькое Вот это серенькое представление, вот Это яркость Вот это серое Это яркость, то есть я вот тут напишу Вот таким образом То есть Грей Ну, light grey, да, то есть Там он как пишется, grey Это bright То есть это яркость А вот там вот то, что вот то Вот синее, зеленое, что вот то А вот эта часть Мы напишем так Color То есть цвет Это saturation То есть это насыщенность И мы будем спокойно ориентироваться Яркость у нас вылетела То есть мы себе говорим Что у нас там происходит? Так, яркость у нас там где-то за диапазоном Вылетела, значит у нас залипание Значит у нас черный просто сплющился в одну плашку Вот Ну, у него нет разнообразия по черному То есть он Не 0, не 1, не 2, не 3 Он просто тупо 0 То есть у него градации нет А зеленое, вот это красное и синее Это у нас перенасыщенные объекты Если убрать у них насыщенность То вот эта вся часть Как бы уйдет То есть мы можем спокойно ориентироваться Нам гистограмма очень много сведений дает И по нему очень легко ориентироваться Убираем эти боксики С ними все прекрасно Посмотрели, где они берутся Откуда что происходит Где берется цвет Все эти дела Я теперь граунд плейн выключу Он мне особенно уже не нужен И вот у меня переместилось Я потом еще, кстати, вернусь К вот этой вот вещице То есть он сейчас вот 255 Потому что я выставил все Как бы вот В тепличных условиях Все хорошо Теперь будем переходить Не к тепличным условиям У меня здесь есть Соответственно раздел фото плейн И мы теперь посмотрим По гистограммам То есть вернемся вот сюда К вот этой штуке Что вот это у нас значит Что вот это все у нас значит Если у нас больше информации В правой стороне Это называется высокий ключ Если в левой То это низкий ключ Ну если в средний Там средний ключ Грубо говоря То есть это Серая часть Возвращаемся сюда Включаем первую картинку Я их подписал Окей Смотрим по гистограмме То есть если выключить Была вот такая Видно То есть Вот она яркость Вот она И высота ее Теперь включаем эту штуку И смотрим У нас очень много черного Да Очень много черного То есть мы себе Сразу его переносим Я с простых примеров Как бы Переносим диапазоны Вот этот черный Где он Он вот прям Вот мы сейчас прям обведем его Где этот черный Где он там находится То есть Вот это все Вот это все Да Вот эта вся часть Вот она То есть мы теперь Переносим диапазоны На нашу гистограмму Диапазоны яркости Переносим Вот она Правильно Что вот это Надо Наверное Скорее всего Другим цветом Да Это все показать Ну пускай будет Такой вот яркий Пускай будет Что вот это Я беру Три пока диапазона Темный Средний И светлый Что вот это Это вот эта часть Вот это Где-то какие-то Темнее части Где-то какие-то Вот тут части Там где-то еще Ну то есть их Как бы много Ну И что Получается Вот эта за часть Ну-ка Что вот это Это вот наша рука Там Кусок лица Там На ушах Вот тут Глаза Ну кстати Глаз черный Надо отнести К зеленому Вот Соответственно То есть мы Распределили правильно Себе Хотя бы так Таким образом Распределили И теперь смотрим В какой части У нас находится Большая часть информации Соответственно В левой Да А что еще По этой картинке Можно сказать Ну во-первых Она полноконтрастная Она даже Переконтращена Грубо говоря Переконтращена Почему Если вот тут Мы остановились Вот тут мы остановились Вот отлично Ну видно же Да То есть Тормознулись На белом То вот тут Там еще Куда-то Куча информации Она не влазит То есть Условия Сложные Для вот этого Диапазона Маленького 255 Это сложные условия Для вот этой Штуки Для вот этой Слишком Сложные условия Нам надо Нам надо Всю кучу информации Схлопнуть Вот В одну Тонкую Тонкую Иголку Но высокую А еще Какие выводы Можно сделать Ну то что Она контрастная Даже Переконтрастная Да Полный диапазон Тонова у нас есть То есть Полный градиент От черного До белого А каким образом Ее сделать Не контрастной Вопрос Ну Во-первых Начать снижать Burn value Правильно То есть Снижаем 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 Как бы И мы Наш белый Отодвигаем Да Но он Как бы Вот тут Когда он был Он был белым Теперь он не белый Он теперь серый То есть Если походить Мы сделаем так Я верну это на место Вот на единицу Смотрим Да Там 242 243 Понятно Если я начинаю Это все дело Уменьшать То у меня Он теперь уже Не 243 А 180 Он просто темнеет Правильно Получается Расширение Контраста Это больше Белого И черного Сужение Контраста Это больше Серого То есть Вот тут Я скажу Минус 1 Подвинул Да Что мне делать Чтобы еще Уменьшить Контраст Поднять Черный То есть Не опустить А поднять Так Ну-ка Но вот здесь Я уже его поднять Не могу Правильно То есть У меня уже все Я только могу Его усилить Там еще сильнее Законтрастить Не работает Значит мне надо Поднимать Точку черного То есть Я поднимаю Точку черного Поднимаю 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 И теперь У меня что Произошло У меня Картинка Стала Не контрастная Правильно То есть У меня Теперь Не хватает Информации То есть Вот кусок И вот кусок Неполный Контраст У изображения Так С этим справились Да То есть Мы определились Что Данная фотография Данная Дистограмма Для данной Фотографии Показывает нам Что фотография В низком ключе Большая часть Большая площадь Нашего изображения Грубо говоря Там темная Есть какая-то Светлая часть Но она не такая Большая И она имеет Полный контраст То есть Этим понятно Пойдем Посмотрим На Грейкей Вот у нас Грейкей То есть Гистограмма Которая Имеет отношение Вот То есть По такой Гистограмме Мы скажем Что изображение Хорошее Оно находится Все в средних Тонах Да И мы хорошо Видим все детали Мы там Хорошо видим Людей Там эти все Окна Где-то Какие-то Даже тени Не сильно Проваленные Ну тут Единственный Этот вариант Черный Вот у нее там На сумке И то он даже Не черный Здесь немножко Не хватает Контраста То есть Что мы для себя Определяем Здесь немножко Не хватает Контраста Как мы можем Поработать с Контрастом Если у нас Здесь 0 Здесь 1 Все как бы На максимум Стоит Да Но мы же Понимаем Что контраст Это Ну если так Утрированно Сказать То контраст Это такая Штука Надо Растянуть Информацию В разные Стороны Чтобы она Пошла Одна Сюда Как резинку Другая Сюда У нас Для этого Есть что Из инструментов Которые у нас Тут представлены Можно попробовать Увеличить контраст Сказать 0.1 О Сказать 0.2 Отлично Но там уже Начинается пик Видно Да Начинается Потихоньку А если 0.3 Поставить Уже пик Еще больше То есть у меня Черный Начал вываливаться За вот этот За вот этот Ограничение У меня черный Уже начал Вываливаться То есть Когда я только Поставил 0.3 У меня Получается Вот там уже Там кусочек Вылетел А теперь Что мы Попробуем Сделать с белым Я выше белого Вот тут поставить Не могу И Там White tone Тоже не могу Поставить Он и так Белый Только экспозиция То есть Я начинаю Передвигать Экспозицию Да Вот Расширяю И у меня Пик ползет Почему ползет Пик Потому что У меня На изображении Вот Вылеты 255 То есть Информация Увеличивается Все Это нам о чем Говорит Правильно Возвращаемся Тоже к этой штуке Это нам говорит Что там еще Есть куча Информации А мы Ее Втолкнули По высоте Если бы еще Выше была Она ползла бы Выше 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 И нам бы Показывало Что ползет Выше То есть По факту Смотрим Да Еще разок То есть Вот у меня Сейчас есть Белый А теперь У меня Белого Становится Больше 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 И больше Еще Больше Вот И вот Этот кусок То есть Как бы Такая Если я хочу Слишком большой Контраст Соответственно Я скажу Давайте мы Сделаем Большой Контраст И здесь Сделаем Контраст Вот она Очень Контрастная Черно-белая Фотография То есть Как Делать Хорошая Черно-белая Фотография Она Основана На Контрасте Но я Все Равно Вижу Картинку То есть Я Все Равно Вижу Картинку Я Вижу То есть Теперь Уже Черная У меня Уже Другое Настроение От Картинки Правильно То есть И по Гистограмме Мы Видим Что Одна Гистограмма Грубо Говоря кто-то любит неконтрастное изображение кто-то любит слишком контрастное изображение вот он контраст как работает с контрастной, с серой, с хорошей гистограммой определились следующий вариант это у нас хайкей высокий ключ и сразу же видя по гистограмме вот смотря на гистограмму что мы тут сразу считываем она вот ушла там куда-то и соответственно это все схлопнули вот в эту дверь прибили ее вот просто не выходи далеко за, как у Иосифа Бродского не выходи из дома, не совершай ошибку ну грубо говоря, то есть не выходи из этой двери из вот этой все вот это прилипни вот сюда ну вот оно и прилипло то есть и теперь мы как бы распределяем для себя что давайте распределим по простых примерам то есть мы распределяем что красный возьмем, вот это что вот это это наша вся вот эта вот штука я беру все, а потом дорисовываю да? ну я так сначала для того, чтобы понятно было где этот белый то есть он вот тут соответственно он вот тут и он вот тут но вот этот белый он торчит прям вот с краю а тут же ширина у нас еще есть значит у нас как-то градация варьируется значит мы включаем вот этот белый вот и добавляем вот этот тут же детали есть ширина вот эта это детали то есть вот они детали в белом вот он белый а вот он серый то есть он доходит где-то вот рубашка доходит где-то до вот этой части то есть вот она светлая часть то есть мы ее включили где у нас серый то есть приблизительно где он пускай будет например вот этот цвет то есть где у нас вот эта часть вот эта часть у нас соответственно лицо руки какая-то часть теневая рубашки вот это какая-то часть теневой рубашки какие-то вот эти все вещи вот эти там то есть там где-то уши ну то есть вот эта часть да соответственно мы увидели где это все а вот эта часть где вот эта часть где а вот он галстук наш какие-то детали в тенях волоса кстати волосы еще здесь одна часть относится к синему а другая к зеленому то есть какие-то темные части это зеленые глаза вот брови вот эти вот глаза вот тут это все темный вот мы его распределили мы распределяем просто себе яркость и соответственно видим да опять же как уменьшить контраст у этой фотографии ну или сначала увеличить то есть я дотяну черный до какого-то значения если мне надо его дотягивать оставлю но уменьшу белый правильно то есть вот все она чуть стало не то есть так вот она контрастная пережженная получается а так она немножечко не контрастное более спокойно и она внутри диапазона то есть и все хорошо но рубашка как бы пострадала мне кажется по яркости то есть когда я начинаю снижать у меня рубашка становится у него серии и она становится грязней поэтому белый на белом фоне белый цвет довольно сложно делать поэтому по факту вот эта часть вот эта большая часть это белый это его рубашка черный вот и на галстук да будут какой высоты черный у нас но галстук глаза и где-то черные темные вещи в волосах все вообще отлично то есть с этим справились теперь у нас не до экспозиция не до экспозиция я специально вот этот материал сделал каким образом то есть это у нас первая была это 2 это 3 а теперь я делал материал по поводу не до экспозиции каким образом его сделал то есть я взял картинку которая нормальная ну для того чтобы показать она вот нормально у нее все есть но я поставил кривую то есть снизил это все дело чуть-чуть то есть если поставить единицу там все хорошо вот полный контраст теперь мы видим да у нас цена очень сложная фотоаппарат динамическая динамический диапазон не вместился его пришлось схлопнуть с одной стороны и с другой но у нас изображение перри контраще но я то есть свыше ну полно контраст она считается но но там еще и дальше то есть при контраст мы будем считать так потому что не влезла в диапазон если бы влезла было бы на если бы влезла было бы вот так то есть я сначала подавлю хайлайты чуть-чуть вот оттащу вот так и соответственно тащу точку черного то есть возьму и скажу типа вот так о он она осталась все так принципе я слишком оттащил можно десятку где-то поставить чтобы на то есть черный вот десятка ту которую оставил и там белый 245 то есть все вообще отлично она ничего не потеряла как бы для печати будет хорошо на про печатается ну потому что у нас в реальности тупать самой черной краски нет она все равно сероватая на мониторе это мы увидим по цифрам ну и тут я могу все равно снизить там например до пятерочки или там до 6 до 7 там до 8 ну пусть будет 8 вот такой вариант то есть как бы тоже хорошо и тут чуть приподнять белый я специально вот тут уровень опустил то есть это не до экспозиция мне не хватило то есть по факту у меня здесь какие проблемы у меня здесь большой диапазон вот этот которого нет и взять его неоткуда ну грубо говоря так и вот тут у меня там где-то еще есть кусок но он сдвинулся вот сюда то есть это нехорошая часть в общем я возвращаю это дело к единице и все становится на место соответственно вот тут возвращаю и верну так ну тут все на месте то есть недоэкспонированная то есть не хватило света для того чтобы вместиться в гистограмму но тут когда она полностью слишком много света поэтому вот как раз вот эти пике мы видим на белого мало по площади черного много поэтому выше есть переэкспонированная грубо говоря то есть вот все тусуется в правой стороне видно да то есть что у нас здесь она не полно контрастно это раз то есть у нас нет от этого куска правильно но это может быть художественная задумка то есть там не должно быть например черного а вот тут у нас там дальше вот эта часть которая должна схлопнуться вот в эту яркость и яркости там ее много ну и ширина вот этого диапазона по яркости вот она какая то есть светлый до чуть-чуть темноватого то есть мы на серую смотрим не на цветные а на серую смотрим по серой здесь вот ширина какая по яркости да то есть это переэкспонированная скажем теперь по поводу цветов есть пастельные цвета гистограмм к в принципе хорошая и и как бы можно там немножечко дотянуть скажем но я лучше не дотягивать по яркости как бы нам яркость вот это вот серенькая сама часть яркость не сильно нужно нам нужен цвет в основном все вот эти цвета синий голубой зеленый желтый оранжевый там красный они сочетаются как-то ну грубо говоря вот вместе ну они не разлетаются отсюда до до этой части они как-то сконцентрированы в одном месте да то есть спокойные цвета а теперь у нас что происходит с перенасыщенными цветами они вообще нам другую информацию дают правильно то есть у меня красный вот он вообще вылетел много его да и соответственно там зеленый и синий вон то есть красный получается больше отражает света зеленый синий поглощает то есть мы видим это все распределение вопрос а если я насыщенность начну уменьшать круто да то есть как бы я прихожу к тому что могу вот это перенасыщенность вот то что я говорил вот пик на это перенасыщенности тут пик перенасыщенность тут еще у нас черный вот есть информация про черный ну если по яркости просто по серой по вот этой смотри у меня здесь яркости не хватает ну видно же да то есть я по экспозиции яркость должен тянуть 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 но у меня там дичайшая перенасыщенность но если я буду тянуть это вниз то у меня как бы насыщенность уменьшается правильно но вот в ярких цветах которые не поглощают но не поглощаются отражаются насыщенность тут прет ее никак никуда не денешь то есть приходится снижать яркость поэтому как бы вот такая вот ситуация то есть я вот ее снижу и меня теперь получается картинка более спокойней фактически но можно даже на единицу поставить и все равно чуть снизить то есть и тут и оторвать и вот теперь картинка пришла как бы в норму то есть она стала более-менее адекватной то есть так она получается перенасыщенная ну видно до разлетается все а так она ну в данный случай на вот перенасыщенно но если убрать насыщенность у меня соответственно в гистограмме это все уменьшится то есть на кубиках потренировались на фотографиях посмотрели как это все диапазоны как распределять переносить тоже посмотрели соответственно ну тут еще как бы такие моменты что иногда можно ну предположим тот же хайки есть если взять можно выключить насыщенность вот просто ее убрать да и дальше лучше всего работать со всеми этими вещами таким способом но если кому-то это пригодится то есть сначала отрегулироваться по яркости то есть тут две картинки совместилась то есть сначала разобраться с яркостью выключить насыщенность вот разобраться по яркости да то есть я вот смотрю мне не нравится чуть-чуть хочу отодвинулся отодвинулся все теперь меня все устраивает вот а потом включить яркости посмотреть что происходит то есть как бы все с этим нормально вообще отлично значит возвращаем это все на место если где-то предположим ну вот пире перенасыщенная да опять же выключаем цвет и смотрим по яркости у нас картинка в принципе вроде как хорошая но мне здесь вот я почему говорил что мне здесь не хватает белого то есть если бы еще burn value можно было там дальше тащить я бы вот этот кусок дотащил бы аж вот сюда но я могу это делать за счет экспозиции то есть вот когда она контрастная становится у меня больше объема то есть на белое белее темное остается таким можно даже чуть-чуть еще поджать черный то есть она более контрастной становится но как только я включаю цвет то есть скажу включись то я вижу сразу же проблемы да то есть огромная перенасыщенность лезет тут есть конечно такой веселой параметр сохранять цвет вот я его не касаюсь данном случае мы работаем только с яркостью и только с цветами и с насыщенностью поэтому делаем какой вывод из этого всего гистограмма нам помогает очень сильно помогает работать непосредственно с изображением то есть мы смотрим на изображение сопоставляем изображение сделать с нашей гистограммой и нам очень легко всем этим руководить управлять и добиваться качественной картинки ну вот например вот эта картинка будет плохо пропечатана если я дам ее печать ну на если на сайт выложить будет перенасыщенности кто занимаются фотографии скажут это некачественная фотография можно было снять лучше вот то есть здесь мало очень объема и цвета вылезли как бы и не сильно это хорошо вот тут в принципе все спокойно все отлично по цветам все хорошо тут у нас есть проблемы хотелось бы это потянуть чуть-чуть вот то есть не контрастную картинку хочется сделать контрастнее да это грубо говоря это у нас хочется дотянуть что больше деталей было но тут художественный прием в черном квадрате еще один квадрат опять же но вот этой части мне я чуть-чуть не нравится перенасыщенность чуть-чуть я бы чуть-чуть ее прибрал совсем немножко то ну до какой-то степени предположим там до 0 9 по яркости меня все устраивает насыщенность слишком прет пережаренная не нравится когда на единице стоит то есть вот эта часть меня не не устраивает то есть я бы чуть-чуть ну просто в тенях насыщенность больше на свету насыщенность меньше и как бы кажется что он пережаренный соответственно тут я бы хотел под навалить контраст вот и более драматично это все сделать как бы но грубо говоря вот с таким контрастом предположим когда ноль я не понимаю что идет дождь ну я понимаю что дочь только повод этим отражением там еще но как бы здесь атмосфера одна такая типа радостная грубо говоря да я хочу более драматичную то есть я хочу более такую то есть там темно на улице все куда-то дождя пытаются скрыться и тут эти двое куда-то там бегут но тут немножко плохо что при таком контрасте самая яркая это машина то есть они что под машину бегут брацанцы ну то есть как бы ассоциации могут разные возникнуть но настроение поменялось то есть если там машины не было и и предположим вот тут светилось окно и была бы дверь то мы бы понимали что они туда бегут там не знаю согреться или там просто переждать дождь там постоять ну а так как то есть можно это все конечно разбирать по смыслу но по именно техническим вещам вот это меня не устраивает я предположим чуть-чуть контраст уменьшу до той степени пока меня не устроит то есть можно даже сделать так например остаться вот так контраст поднять там до 0 5 вот сколько ли там 0 6 вот от тени чуть-чуть приподнять чтобы она оторвалась то есть она тоже плохо пропечатается то есть вот я поднимаю чуть-чуть об и я ее оставляю вот тут и оставляю вот у то есть двумя параметрами я ее скорректировал она ничего особенного не потеряла так грубо она стала чуть-чуть с другим настроением и например я хочу чуть-чуть еще затемнить по краям то есть сделать то есть перераспределяю да то есть добавляю по краям темного то есть вот как я на гистограмму смотрю и как с ней работаю но у меня она еще не вываливается за черный то есть я хочу их выделить то есть вот выделили совсем другая часть по сравнению с тем что было ну и по гистограмме видно да что тут надо еще сделать чуть-чуть хочется яркость дотянуть чуть-чуть совсем вот и вот она вот она нормальная стала то есть мы из одного контраста мы перераспределили контрастом из одного контраста сделали другой контраст но вот таким способом то есть мы смотрим на гистограмму смотрим на картинку совмещаем это все дело и получаем в итоге совсем другое изображение то есть как бы это тональная коррекция или цветовая коррекция то есть колу там постпроцессинг наш да ну тут постпроцессинг вот он вот он зашит то есть и мы получаем такие вот все моменты то есть гистограмма Очень замечательный инструмент С которым можно работать И добиваться хорошего качества Картинки Если знать какие-то недостатки Видеть какие-то вещи Которые нужно поправить Потому что часто люди не видят Я вот ретушью когда занимался Очень длительное время Смотрю У некоторых картинка перенасыщенная У других слишком Недонасыщенная У одних переконтращенная У других недоконтращенная У одних слишком яркая У других слишком темная Люди не видят Что гистограмма наоборот Они не по гистограмме Они по картинке смотрят И доверяют своим глазам И типа монитору Например на ноутбуке У которого матрица плохая Лучше доверять гистограмме Она больше скажет И качественнее получится Картинка по итогу Чем просто-напросто на глаз Это все делать То есть Ну скажем так Почему Крутые картинки В студии каких-то Они реально крутые Потому что там Все эти параметры учтены Там калиброванные мониторы Все делается Очень точно и четко И соответственно Картинка По качеству отличная Получается А у людей У которых дома стоят Там Некалиброванные мониторы Еще и солнце светит И они не понимают Как с гистограммой Работать и с цифрами У них получается Картинка Постоянно какая-то ужасная Поэтому вот такая вот ситуация То есть гистограмму Стоит использовать В своих Работах Это очень сильно Улучшит Качество картинки И соответственно Улучшит понимание Что происходит в картинке И как с ней работать В общем с гистограммой Вопрос закрыт Это очень полезный И ценный инструмент Ну и соответственно С этой части все Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok